Какие в мире есть примеры, когда изобретатель погибал от своего собственного изобретения? Француз, который пытался изобрести парашют, он погиб, когда решил доказать, что его изобретение работает и спрыгнул с Эйфелевой башни. Причем перед этим он провел множество экспериментов и все они провалились. Это был просчитанный риск, просто математика никогда не была его сильной стороной. Поправочка. Он пытался изобрести Вингсьют, летающий парашют, который намного опередил свое время. Первый современный парашют был успешно испытан в 1783 году, однако чертежи парашютов появились еще в 1400-х годах. Томас Митгли-младший. Один из главных виновников создания телерованного бензина и использования фреона в холодильном оборудовании. Заболев полиэмилитом, он создал себе систему шкивов и прочих штук, которые помогали ему вставать с кровати. В возрасте 55 лет он умер, запутавшись в своем собственном устройстве, которое его задушило. Если я не ошибаюсь, есть даже исследование, согласно которому общий уровень интеллекта людей, живущих вблизи дорог, упал, когда в машины стали заливать этилированный бензин. Топливо с тетраэтилсвинцом. Макс Валье пытался использовать ракетное топливо на основе спирта. Оно взорвалось в его лаборатории и убило его. Мария Кюри не изобретала радий, но ее работа по изучению радия убила ее. Ее тело было настолько радиоактивно, что его положили в гроб со свинцовой облицовкой. Гроб лежит в пантеоне в Париже. А ее лаборатория и записи до сих пор крайне радиоактивны. Тот индус, который проводил летные испытания своего собственного самодельного вертолета, ему разрезало голову винтом. Черт возьми, я смотрел это видео. Как же ему не повезло. Хвостовой винт сломался, подскочил к основному винту, который переломился под углом и ссаданул его. Типа, понятное дело, что самодельный вертолет это штуковина, с которой может возникнуть масса проблем. Но какое же безумие, что события произошли именно в такой последовательности. С тем же успехом винт мог бы переломиться под другим углом и не убить его. Не изобретатель, а скорее владелец Segway, Джимми Хэсселден, случайно съехал с обрыва на своем Segway. Господи, ты только что мысленно вернул меня во времена, когда по городу гоняли Segway. Это было еще до появления электросамокатов. Я помню, как непосредственно до появления Segway в новостях только и говорили о том, что это будет революционная технология. Говорили о бесплатной энергии, о машинах на воздушной подушке, о том, что города будут перестроены вокруг этой технологии, больше не будет дорог и так далее и тому подобную всякую безумную чушь. Потом появился Segway и, ну, да. Короче говоря, это было огромное разочарование после всей этой шумихи. Речь не про смерть, но все же. Девушка-основателя сайта для знакомств Match.com Гэри Крэмэна ушла к мужчине, с которым она познакомилась на Match.com. Хоррес Ханли, который убил себя и кучу других людей, находясь на подводной лодке за 150 лет до нынешних отморозков. Этот чувак умудрился потопить целых три подводные лодки, а третья затонула аж три раза. На тот момент Ханли вместе с инженером Джеймсом Мак Клинтоком и Бакстером Уотсоном сконструировали подводную лодку «Пионер». Чтобы предотвратить ее захват, подводную лодку пришлось затопить во время испытаний в озере Пончертрейн, когда Новый Орлеан пал перед войсками союзников в начале 1862 года. Вторую подводную лодку отбуксировали в Форт Морган и попытались атаковать с ее помощью блокаду Мобила. Однако вследствие плохих погодных условий в устье залива Мобил подводная лодка затонула. Во время первых испытаний подлодки Ханли погибли пять человек экипажа, когда в открытые люки лодки случайно попал поток воды от проходящего судна. 15 октября 1863 года Ханли принял командование во время регулярных учений. Судно снова затонуло и на этот раз все восемь членов экипажа погибли, включая самого Ханли. Позже подлодку подняли и вновь использовали в бою в 1864 году. Это было первое в истории военно-морского флота успешное потопление вражеского судна USS Hussatonic подводной лодкой. Данная операция оказалась роковой и для самой лодки Ханли, которая затонула в третий раз и во второй раз погубила весь экипаж. Один безбашенный дед погиб после падения самодельной ракеты, которую он сам запустил во время съемок какой-то передачи. Он пытался доказать, что земля плоская. Я где-то читал, что чел, который писал для него статьи, сказал, что на самом деле дед не был плоскоземельщиком. Он просто выдавал себя за такого ради славы и сбора донатов. Мария Складовская-Кюри была одним из открывателей радиоактивности. Насколько я знаю, следователи не знали, не верили, что радиация может оказать негативное воздействие на их организм. Поэтому они практически не использовали никаких средств защиты. Мария Кюри изобрела теорию радиоактивности, лечения радиоактивности и смерть от радиоактивности. Портал 2. Да и по сей день записи Марии и Пьера настолько радиоактивны, что к ним опасно прикасаться. Пьер Кюри, ее муж, не умер от радиационного отравления только потому, что поскользнулся и угодил под конную повозку. Как ни странно, считается, что именно ее работа над рентгеновскими снимками принесла и наибольший вред. Не совсем изобретатель, но тем не менее. Луис Химонес, художник, создавший Блюцифера. Статую демонического коня, которую установили в Международном аэропорту Денвера. Я тоже хотел написать про него. Чувак был раздавлен Блюцифером и умер от полученных травм. Если быть точнее, от статуи откололся кусок, упал на него, разорвал артерию на ноге и тот истек кровью. Это звучит еще хуже. Луис Лотин и ядро демона. Во время демонстрации ядерной критичности он случайно запустил ядерную реакцию и получил смертельную дозу радиации. Не уверен, был ли он изобретателем. Он был первым или вторым, кто это сделал. Я знаю, что Гарри Даглин умер точно таким же образом. Только что посмотрел, Гарри был первым. Мне казалось, что у них в лаборатории должно было быть еще несколько средств для контроля таких вещей. Они же были безумно умными людьми. Правила техники безопасности пишутся кровью. Доктор Чарльз Дрю. Один из самых вопиющих примеров. Он создал, усовершенствовал технологию переливания крови. Во время поездки на автомобиле он заснул за рулем и попал в аварию, потеряв много крови. Поскольку он был чернокожим, жившим во времена российских законов эпохи Джима Кро в Америке, ему отказали в праве на переливание крови, которое он изобрел, чтобы иметь возможность спасти свою жизнь. Какой-то древнегреческий чувак создал приспособление для пыток сицилийский бык, он же медный бык. Оно представляло собой большой металлический корпус в форме быка, в который помечали жертву и нагревали дно. Жар и обжигающий металл вынуждали жертву прилегать в агонии к рогу внутри корпуса и пытаться вдохнуть оттуда воздуха. В этот момент рог начинал издавать звуки, похожие на рев быка. Изобретатель показал свое приспособление царю. Царь был в восторге от него и решил испытать его на изобретателе. Царь Фаларис вытащил изобретателя Перилауса из быка, когда тот уже был при смерти. Правда, после этого его отнесли на высокий холм и столкнули вниз. Сам Фаларис, согласно легенде, после свержения вследствие восстания Телемаха, был казнен посредством сожжения в подобном медном быке. Черт, давайте теперь поговорим о карме. В защиту царя Фалариса можно сказать, что он поступил так с изобретателем, потому что ему был неприятен тот факт, что изобретатель так сильно радовался и гордился этим пыточным устройством. Вот же недавно произошел инцидент с подлодкой Титан. Заметка на будущее, никогда не садится на борт, в названии которого есть слово Титан. Возможно, Владимир Путин, если группа Вагнера все-таки его настигнет. Но не Путин же создал чувака Вагнер. Путин, по сути, создал Пригожина. До того, как стать личным поваром Путина, он был бандюганом, продававшим хот-доги. Путину он понравился, и он давал ему все больше и больше ответственности, а в итоге позволил ему создать Вагнер. Доктор Гера и андроиды. Мировой гений решил поиграть в бога и не подумал, что путешествие во времени может его погубить. Как так вышло, учитывая, что он знал о достижениях в этой области науки? И еще, хоть это и несущественная деталь, почему он не сделал свое андроидное тело моложе? Ему же не обязательно было выглядеть как старый чувак. Не то, чтобы это как-то изменило бы его судьбу, но... Если ты создаешь для себя новое тело, почему бы не сделать его более эстетичным? Замути себе несколько дополнительных пенисов или еще чего. Типа, чел, ты рискуешь и создаешь долбанного голема. Так оторвись по полной. Соломон Эпштейн из серии книг под названием «Пространство». Он возился с технологией термоядерного привода, думая, что просто повышает эффективность своей конструкции, но в какой-то момент обнаружил прорыв в двигателе. К сожалению, его автономное управление вышло из строя, а из-за огромной скорости ему не удалось отключить свое случайно получившееся изобретение. Однако он знал, что его жена, которая также была инженером, работала над системой вместе с ним, и что благодаря ей его открытие навсегда принесет пользу человечеству. Двигатель Эпштейна изменил историю. Почитайте. Вот список изобретателей, погибших от собственного изобретения. Примечания. Некоторые из примеров. Сильвестр Роупер, изобретатель парового велосипеда Роупера. Он умер от сердечного приступа или же последующей аварии во время публичного испытания скорости в 1896 году. Неизвестно, была ли авария причиной сердечного приступа или сердечный приступ привел к аварии. Жан-Франсуа Пилатер де Розье. Стал первым известным погибшим человеком в авиакатастрофе. Его воздушный шар Розье разбился 15 июня 1785 года, когда он и Пьер Ромен пытались пересечь на нем Ла-Манш. Генри Смолинский погиб во время испытательного полета AVE Mizar, летающего автомобиля, сконструированного на базе Форд Пинта, и единственного продукта, основанной им компанией. Уильям Баллок изобрел ротационную печатную машину. Через несколько лет после ее изобретения он, устанавливая новую машину Филадельфии, раздробил себе ногу этим аппаратом. В раздавленной ступне развелась гангрена. И во время ее ампутации Баллок скончался. Генри Уинстонли спроектировал и построил первый в мире прибрежный маяк на скалах Эдистоун в Деоне, Англия. В попытках похвастать безопасностью своего строения, он захотел укрыться в нем во время самого сильного шторма, который только был возможен. Во время великого шторма 1703 года маяк полностью разрушился. Уинстонли и еще пять человек остались в тот момент внутри. Их следов так и не было найдено. Томас Эндрюс – британский бизнесмен и судостроитель. Он был управляющим директором и главой отдела проектирования судостроительной компании Harland & Wolf в Белфасте, Ирландия. Будучи инженером-кораблестроителем, отвечавшим за разработку планов корабля «Титаник», он находился на его борту во время первого рейса, когда 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом. Он погиб вместе с более чем полторы тысячами другими людьми, а его тело так и не было найдено. Александр Богданов был русским энциклопедистом, большевистским революционером и одним из первых гематологов. В 1926 году он основал первый институт переливания крови. Богданов умер от острой гемолитической реакции при переливании крови во время проведения эксперимента. Эксперимент заключался во взаимном переливании крови между ним и 21-летним студентом с туберкулезом, который был на стадии ремиссии. Гипотеза Богданова заключалась в том, что кровь молодого человека омолодит его стареющий организм, а его собственная кровь, которая, как он читал, была устойчива к туберкулезу, вылечит болезнь студента. Стоктон Раш – пилот, инженер и бизнесмен, который руководил проектированием и строительством подводного аппарата «Оушенгейт Титан», использовавшегося для отправки туристов к затонувшему Титанику. 18 июня 1923 года аппарат взорвался во время погружения к Титанику, в результате чего Раш и еще четверо пассажиров погибли. Раш годами решительно защищал свой инновационный, но слабо контролируемый аппарат, утверждая, что в какой-то момент забота о безопасности становится пустой тратой времени. А если вы хотите быть в полной безопасности, не вставайте с постели, не садитесь в машину, не делайте ничего. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какие в мире есть примеры, когда изобретатель погибал от собственного изобретения. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин